В Апатитах ко дню физкультурника отличный подарок получили те, кто пассивному отдыху предпочитает активный образ жизни. Возле городского стадиона состоялось торжественное открытие скейт-парка и паркур-площадки. Оба объекта – результат реализации стратегического плана развития региона «На севере жить». Эффектные кульбиты и невероятные трюки, которые демонстрировали на новых площадках скейтеры и паркурщики, стали ярким украшением дня физкультурника. Но, конечно же, не единственные иллюстрации торжества спортивного духа. Как прошел праздник в Апатитах, покажем и расскажем прямо сейчас. Эти ребята умеют поразить. Зрелищное шоу с трюковыми элементами никого не оставило равнодушным. Но это обещают скейтеры и паркурщики только начало. С появлением новых площадок они намерены выйти на новый уровень мастерства. Начинали мы с уличных спотов. Не было мест, пришлось тренироваться во дворах, на площадках. Других мест не было. И когда построили эту площадку, счастье было просто предел. В моем возрасте мы катались на скейтах, но мы катались по дворам, катались по городку. А здесь есть целые рампы, можно выполнять трюки, всякие финты, тренироваться. Отличная площадка, хорошее место здесь, потому что рядом и турники, и городской стадион. Мне кажется, это такой оазис спортивной жизни здесь. И библиотека сейчас будет ремонструирована. Такой культурно-спортивный центр. Поэтому я, откровенно говоря, завидую этим ребятам, потому что это действительно классно. Апатиты за последние годы совершили впечатляющий рывок в работе по развитию спортивной инфраструктуры. Обновлены многие объекты, построены новые. Чего стоит только физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль». А модернизация городского стадиона позволила проводить на нем соревнования уровня отборочного этапа первенства страны по футболу. Мы продолжаем работы по благоустройству вокруг «Фоквертикаль». У нас сейчас проводится чемпионат России по футболу среди юношей северо-запад на нашем реконструированном стадионе. Поэтому это все для жителей города Апатиты. Мы стараемся, чтобы все Апатитчане как можно больше занимали спортом. Наша задача 20-30, чтобы к 30-му году 40% Апатитчан занималось спортом. И неважно, какой это вид спорта – лыжа, хайба, панкур или вот скейт-площадка. Вот это замечательное, которое мы с ними открываем. Это все приводит к здоровому образу жизни. День физкультурника в России состоялся в 82-й раз. По случаю праздника грамотами и наградами отметили не только нынешних спортсменов за высокие достижения и победные выступления, но и тех, кто в свое время создавал условия для покорения спортивных вершин.